Доброго дня! Сегодня билеты всевозможные разыгрываем к вашей, ну и к нашей, собственно, радости. Во-первых, приглашаем вас посетить концерт британского коллектива, просто трио, которое порвало всех невероятным хитом. Если не слышали, прямо сейчас можно залезть и послушать. The Rock'n'Roll Queen – это сабвейс, коллектив из Британии, и совсем скоро они будут выступать у нас уже в звезде. Так что готовьтесь, поклонники хорошей, качественной музыки. Ну и еще, конечно, для вас приготовили мы традиционно билеты в кино, в Киновертикаль. Один из лучших киноцентров нашего города. Дерзайте, друзья! Для этого еще раз напомню, телефон прямого эфира 202-11-22. Заявили мы тему в нашей группе ВКонтакте, программу «Универсальный формат» вчера, социальное предпринимательство. И тут же посыпались вопросы, что да как и как вообще это такое вот интересное словосочетание расшифровывать. Вот, собственно, на этот вопрос нам интересный ответ дадут наши сегодняшние гости. Давайте знакомиться. С нами здесь руководитель акселерационной программы по социальному предпринимательству в Самарской области Андрей Сапожников. Здравствуйте! Добрый день! С нами здесь руководитель программы «Мама-предприниматель» в Самаре Екатерина Равнова. Здравствуйте! И тренер-инструктор по безопасному и контраварийному вождению Алексей Одинцов. Здравствуйте! Ну что, мат-часть нужна и мне, и нашим зрителям, наверное, с Андрея начнем. Что же такое, Андрей, социальное предпринимательство? Вы совершенно правы, так часто задают этот вопрос, поэтому мы уже выучили на него ответ. Универсальный ответ. Нет, не универсальный. Давайте на самом деле просто разберем как бы два слова. Социальное и предпринимательство. Слово «социальное» подразумевает, что мы работаем с какой-то социальной группой, и у этой социальной группы есть некая проблема. Поэтому называется «социальная проблема». Социальные группы – это часть общества, объединенные по определенному критерию, живущие на определенной территории. Ну, условно говоря, там, автолюбители, это там, пенсионеры. Мамы молодые. Мамы молодые. Или лица, вышедшие из мест лишения свободы. Или, там, дети группы риска, в возрасте такого-то, живущие на такой-то территории. Социальная группа? Да. Традиционно их вот эти социальные проблемы решало либо государство, либо благотворительные организации, которые, ну, условно, выделяли безвозмездно. То есть, не нужно было возвращать деньги на решение этих социальных проблем. И это все называлось «социальный проект». Но понимаем, что таких групп и проблем все становится больше и больше. Государство не справляется, благотворительных организаций становится меньше. Ну, мы тоже понимаем, что должны быть там внутренние ресурсы. Вот. И достаточно давно появился такой мировой тренд создания уже бизнес-методами решения этих социальных проблем. Привлечения. Да, бизнес-методов, да. Вот здесь появилось слово «предприниматель». Предприниматель – человек, который что-то предпринимает для того, чтобы сделать жизнь лучше. Мне это звучит так, что социальный предприниматель – человек, который повышает качество жизни определенной социальной группы, вовлекая именно ее в решение, да, социальные проблемы и реализацию бизнес-моделей. Я понимаю, звучит так сложно. Нужно, хорошо. Прямо как в учебнике. Вот, как в учебнике. Пример. Да, основной классический пример – это банк «Грамин», который, да, из Индии, из Бангладеша, извиняюсь, где, соответственно, основатель заметил, что большинство, ну, очень бедных, да, людей не могут выбраться из вот совсем, так, ну, такой вот финансовый западни, потому что у них буквально нету 10-12 долларов на то, чтобы закупить, например, какой-то материал. То есть они, ну, например, что-то производят, ремесленничество, да, и вот чтобы там своему, ну, как бы, старшему отдать деньги, ну, нужно ему, как бы, вот эти 10-12 долларов, чтобы стать самостоятельным. И он стал раздавать эти деньги, вот, буквально, да, не с точки зрения по бизнес-модели, не через бизнес-план, не через… А вот просто верит он этому человеку или не верит. И эта модель… И проводил с ним какие-то совершенно общения. Да, просто встречи, просто встречи. Ну, он там, да, и возврат денег был 90-95 процентов. Да, то есть он давал им не просто денег, давал 10-12. На тебе 10 долларов свободен. Да, да, а он говорил, на тебе 10 долларов, и через, там, месяц ты придешь и отдашь мне, там, 2, ну, или сколько ты сможешь. Но обязательно возвратные деньги. И не просто возвратные под 0 процентов, да, а на уровне инфляции. Ну, то есть, чтобы его деньги не, ну, как бы, съедало эту, да, ситуацию. Ну, или, там, плюс 1 процент буквально, да, вот. И это все разрасталось. Сейчас это один из больших банков в мире по называемому микрофинансированию. Ну, и, соответственно, есть куча других примеров, о которых, наверное, мы еще поговорим. Так, как так случилось, что сегодня на теме социального предпринимательства вы все приглашены как гости? Катерина, ну, вот с этим каким-то удивительным, мне кажется, явлением новым, может быть, для нашей страны, как вы столкнулись? Ну, вот Андрей сказал очень важные слова, что начиналось все, видимо, с социальных проектов. Вот как раз тот проект, которым я занимаюсь, «Мама предпринимать», он является примером социального проекта. Социальный проект, направленный на женщин, находящихся в декретном отпуске или с маленькими детьми, которые достаточно социально активны, которые испытывают потребность в самореализации, в дополнительном источнике дохода, готовы обучаться, готовы в это вкладывать свое время, но при этом они хотят сохранить возможность много времени уделять семье, общаться с детьми и уделять себя воспитанию детей. То есть это своеобразный вариант бизнес-леди, но как бы другой немножко уровень. Ну да, то есть это как раз та самая социальная группа, о которой тоже Андрей говорил, которой требуется помощь. И вот социальный проект «Мама предприниматель», он направлен на то, чтобы дать таким мамочкам возможность попробовать себя. Ну, а что касается социального предпринимательства, то вот третий год в Самаре реализуется этот проект, еще пять городов России, вот в Самаре тоже повезло, у нас он тоже проводится. И глядя на те проекты, которые предлагают наши слушательницы, мамочки, то, конечно, однозначно, это проекты социального предпринимательства. Ну это какие, например, хотя бы три самых ярких, которые запомнились? Знаю, что есть какие-то специальные соляные пещеры делали, да, девушки у вас? Да, то есть я вот хочу сказать, что сначала общее, что проект вырастает из потребности, которую мама испытывает на себе. Мне кажется, что вот простое, обычное предпринимательство, так скажем, оно не всегда основано на потребности самого держателя бизнеса, самого предпринимателя. Можно я тут добавлю, мы это называем личной историей. То есть, как бы, когда социальный предприниматель, это всегда в основном через личную историю. Ну, условно говоря, да, в роду были какие-то там сложности, если там с слепыми работают, да, или сам человек слепой, или сам инвалид, или еще что-то. Да, и вот есть какие-то явно вот это, правильно, это же личная история. Да, то есть это все то, что объединяет социальных предпринимателей через себя. То есть даже если, например, вот в этом году одна из мам предложила там ферму по производству кроличьего мяса, да, то это, безусловно, исходило из того, что у нее ребенок аллергик, и ей необходимо вот это мясо, которое она сама испытывает в этом потребности. Потому что, когда, я тоже еще добавлю, просто здесь очень важный момент. Мы никогда не узнаем, какие действительно потребности есть у социальной группы, если мы к ней не принадлежим. И здесь очень, ну, как бы, четко и важно нужно понимать, что мы не способны самостоятельно без них предложить такое, ну, коммерческое предложение, условно, для них, которое действительно попадет в их потребности. То есть какие-то исследования проводятся, какие-то встречи, срезы, что это? Нет, нет, я говорю, они же сами, это сами они же и делают, ну, условно, если вот мама, у нее ребенок аллергик, она уж точно знает, какое мясо надо, с какой ритмичностью, там, ну, и так далее, и тому подобное. Так родилась соляная пещера, кстати, в Самаре. Вот Ангелин Кувшенова, которая в прошлом году выиграла у нас грант на 200 тысяч рублей на свой стартап, в общем-то, выдается всего один грант, поэтому борьба была такая достаточно жесткая. У нее все началось с того, что она, имея двух детей с небольшой разницей в возрасте, с проблемами, там, бронхиальная астма, какие-то были такие проблемы, связанные с дыханием, она стала искать просто, куда бы ей пойти. И столкнулась с проблемой, что ей нужно тащить детей на общественном транспорте через весь город, чтобы попасть в эту соляную пещеру. Вот, начала узнавать, копать и... В прямом смысле, практически. Да, 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 копать, нашла производителей, разработчиков этого метода в Санкт-Петербурге, списалась с ними, все выяснила. И вот в марте у нас было открытие, было очень много народу, я знаю, что к Ангелине стоит очередь, и сейчас масса людей благодарны ей за то, что масса мам с детьми, не только, кстати говоря, мама, она и на пенсионеров, например, работает, на всех тех, у кого есть такая потребность. Другой проект, например, тоже Самарский, грантополучатель первого года, Людмила Туманова, у нее, казалось бы, не совсем такой социальный бизнес, то есть щепа для ландшафтного дизайна, но тоже она связана с ее личной потребностью. И когда встал вопрос о том, что родителям нужно дачный и приусадебный участок как-то украшать, и чтобы это было красиво, опрятно и недорого, и они стали разбираться с этим вопросом, выяснилось, что очень дорогие импортные аналоги, и в России этого вот в Самаре конкретно нет. Поэтому начала раскручивать, искать, и вот закупила машинку, и сейчас, скажем, социальная группа получается какая-то, дачники, которым... Ну, престарелые граждане, да? Ну, может быть, не престарелые, просто которым выгоднее, которым важна цена, скажем так, важна цена, и которые готовы поехать к ней на производство и привезти сами самовывозом эту щепу. В общем, плюс это экология, как выяснилось, что щепа полезна, поэтому, ну, видимо, каждый пропускает через себя, и в этом особенность. У нас тоже глумба-то перед телеканалом украшенная. Да, благодаря вот Людмиле Тумановой, мам-предприниматель, периодически смотрю, вроде все хорошо. Все хорошо, да, с людям, конечно. Друзья, 202-11-22, телефон прямого эфира, если есть какие-то вопросы, может быть, хотите проконсультироваться, как с чего начать, может быть, какие-то есть сейчас у вас, ну, нерешенные моменты, звоните, в прямом эфире есть удивительная возможность нашим гостям, задавать какие-то свои вопросы, проконсультироваться, посоветоваться, не стесняйтесь. 202-11-22. Ну, хочу у Алексея это спросить. У меня написано, тренер-инструктор по безопасному и контраварийному вождению. При чем здесь социальное предпринимательство? Так все оттуда и пошло, вот как коллеги мои сказали, я пропустил это через себя. То есть ежедневно выезжая на дороге, я видел, какой бардак происходит. Ну, так как все люди разные, да, и по-разному воспринимают дорожную ситуацию, и, в принципе, подходят к технике вождения, к своему пониманию себя в потоке, да, я начал заниматься автоспортом, то есть давно, да, и вынеся оттуда, скажем так, в обычное вождение много навыков, да, я понял, что большинство людей не умеет водить автомобиль. Ну, как большинство? Большинство, мне кажется. Большинство водителей не умеет водить автомобиль. Да, да, да. В смысле, водить хорошо. Каждый второй, мне кажется, вообще. А, то есть вот так, ну, вы принадлежите к этой ситуации. Мы не будем комментировать эту ситуацию, ну, давайте рассказывайте. Опять же, то есть я пропустил это через себя, я увидел, какой бардак творится, да, я понял, что я могу дать людям, попробовал, начало получаться, и вот уже практически 13 лет я занимаюсь этим делом, и, как бы, я понимаю, что я делаю, я вижу, как люди меняются. А чему вы учите? Вот я пришла к вам, говорю, научите меня контраварийному вождению. Безопасному вождению, в первую очередь, да. Контраварийное вождение – это методы и приемы выхода из аварийных ситуаций, из аварийных ситуаций уже. А безопасное вождение, в первую очередь, это не попадание туда. То есть одно из другого практически. Конечно, то есть сначала мы едем, мы смотрим на дорогу, учимся смотреть на дорогу, понимать поток. Видеть, что происходит вокруг, смотреть в нужное время, в нужное место, потому что зрение и наше восприятие информации – это самое важное на дороге. 90% людей не умеют, автошколы этому не учат, к сожалению. Поэтому так все и происходит, такой замкнутый круг. К сожалению, да, потому что большая поточность, да, она не позволяет работать с индивидуальными возможностями человека. Я работаю индивидуально, то есть я под каждую подстраиваю программу, то есть у меня нет какого-то курса. Но это капля в море получается в любом случае, в море автомобилистов. Да, дело в том, что, вот, как коллеги еще раз говорят, другие люди начинают, получив эти знания, подсказывают, да, делиться. Кто-то это ставит на свой профессиональный уровень и переходит, да, в сферу, и там, работать инструктором, преподавать. Но таких людей очень мало, прям, ну, я знаю там, наверное, одного-двух человек в Москве, кто смог это сделать, да. Но они могут подсказать какие-то элементарные вещи. Даже когда человек сидит справа и едет пассажиром, водитель может чего-то не заметить, он может ему подсказать. Даже в «Газели» вы едете, да. Да ладно, страшно в «Газели» делать такое. Ну, смотрите, ситуация… Нет. На самом деле, ваша жизнь важнее, чем вам могут ответить. Ну, согласитесь, это же элементарно, да. Теоретически, да. Если вы видите, что «Газелист», например, пролетает перекресток, и боковым зрением, потому что разговаривал по телефону, не заметил, что… И передавал деньги. Или передавал, да, я считал там деньги. И говорил, да. С правой стороны улетает машина. Вы можете ему сказать, едет машина, остановись. Причем вы можете его, свои эмоции выдернуть из того состояния расчета, да, там, разговор по телефону, и он рефлекторно остановит машину, тем самым вы избежите аварии. Понимаете? Понимаю. Основная задача не только водителя научить, но еще и пешеходов. И сколько вообще времени требуется на такое изучение? Ну, смотрите, курс безопасного вождения, где мы разбираем именно аварии. То есть, человек запоминает и получает опыт, когда переживает ситуацию какую-то. Мы разбираем аварии, как она происходит, что с ней происходит. Учимся шаблонно смотреть на эти аварии, да, потому что аварии, они все там делятся на две части, да, осознанные и неосознанные. Осознанные – это когда мы смогли что-то сделать, а неосознанные – когда нам кирпич на голову упал, либо другая машина. Бывают такие аварии. Вот. Это шесть часов. В принципе, курс контраварийного вождения, базовый, да, это тоже шесть часов, то есть, три дня по два часа на автодроме. Только на автодроме. Дело в том, что основные навыки нужно именно там отрабатывать. Самая банальная змейка, которая, ну, вот кажется, что там ездить? Я могу их десять разных поставить и дать десять разных заданий. И вы поймете, что у вас не десять, а двадцать навыков выработаются. Потому что это же можно делать и передом, и задом. А многие люди задом, например, если особенно девушке говоришь. Нужно проехать вот здесь, как у вас около студии, там, во дворе, задом проехать. Ну, одна из двадцати в лучшем случае. Одна из двадцати в лучшем случае безопасно, спокойно проедут. Может быть, еще три проедут. Но они выйдут после этого, попьют водички, постоят, подумают о жизни, там, природе. Ну, это стресс. Конечно. Задача научиться работать со своим стрессом, то есть это тоже одна из частей. Потому что в дороге у вас стресс, он постоянен. То есть он где-то чуть больше, где-то чуть меньше. Где-то успокаиваетесь, где-то опять у вас что-то раз, и вас выдернуло из этого состояния. Человек через себя прям пропустит. И вы знаете, сразу могу сказать, что Алексей, наверное, не называл себя 13 лет социальным предпринимателем. Просто это мы его назвали. Да? Ну, в смысле... Статус такой. Да, да, да. И здесь это как бы очень важно, что не смысл, что люди хотят стать социальным предпринимателем. Мы просто назвали категорию людей, которые помимо... Он же не бесплатно учит, он же берет деньги за это. И солевые пища... И безусловно. Да, тоже не бесплатно. Но при этом, вовлекая в это других людей из социальной группы, мы не просим денег, ну, как бы у государства, да? Не портим денег у благотворителей. Мы бизнес-методами, да, предпринимательскими способностями мы решаем и повышаем качество жизни людей. Вот явно же, что если девушки будут хорошо вводить качество жизни, их улучшится. А если мужчины будут лучше вводить, то... Да вообще заживем. Да вообще заживем. И вот это «давайте заживем», как бы, вот оно каждый день делается. И нам наши задачи, наши программы, да, чтобы таких людей становилось больше, их было ярче видно, поэтому мы их и называем как-то вот таким странным словом социальный предприниматель. Друзья, 202-11-22. Интересные беседы, и время летит незаметно, но все же, давайте немножко с вами поиграем. Билеты в кино разыгрываем. Киноцентр «Вертикаль» вас приглашает. Внимание на экран. Что за фильм мы загадали, если вы тотчас же позвоните нам, будет вам счастье в количестве двух билетов на любой из предоставленных сеансов в киноцентре «Вертикаль». Звоните, 202-11-22. Мы же на улице города обратились к жителям с вопросом, сколько же денег людям нужно для счастья. Я предлагаю посмотреть вообще этот опрос и вернуться в студию. Звоните, друзья, ждем. Для счастья можно не иметь денег. Счастье – это такое вот, раз что-то сделали вам приятное, поговорили с вами, это уже счастье. А деньги? Я не знаю. Ну, нужны деньги, естественно. Не в деньгах счастья, да. Для счастья нужна просто работа, семья, как бы, чтобы можно было позволить себе определенные вещи, главные какие-то в жизни. Ну, все равно мало будет. Всех денег никогда не заработаешь, и сколько бы их ни было, все равно будет мало. Деньгами счастье не измерить. Нельзя счастье построить на деньгах. Да не, ну, где-то вот 250-500, наверное, вот в месяц. Ну, миллиарда два. Наверное, чтобы хватало на жизнь. Денег всегда мало, знаете, вот сколько бы их ни было, всегда мало. Для счастья вообще деньги не нужны. Что нужно? Нужно, чтобы ты был здоров, головой в порядке все было. А деньги зависят тоже от того, как ты себя чувствуешь. Это универсальный формат. С вами Юлия Черняева. Мы говорим сегодня о социальном предпринимательстве. Что это такое, с чем это едят, и как, в общем-то, люди работают, зарабатывают и делают свою жизнь, не только свою, как выяснилось, но и жизнь других людей. Лучше с нашими гостями общаемся. То есть, ну, сколько денег вам нужно для счастья, если вы социальные предприниматели и вот так вот столкнулись с таким вопросом? Вот за эфиром выяснилось, что нужно ставить конкретные себе цифры. Как вот быть, как установку себе сделать правильную и начать работать и зарабатывать? Слава богу, нет ничего правильного и неправильного. И для каждого свое. Я часто работаю именно в формате целеполагания и как раз всегда спрашиваю, а сколько надо. И вообще на всех наших программах мы спрашиваем, а сколько вам нужно денег для открытия своего бизнеса? Никто не может, наверное, адекватно ответить на этот вопрос. Что же вы так? Отвечают? Ну, конечно, просто их мало. Ну, первое, да, всегда нужно понять, а что ты хочешь в жизни, а это очень сложный вопрос. А второй момент, а как ты поймешь, что ты этого достиг? А третье, а сколько нужно, каких ресурсов тебе нужно? Ведь платить деньгами – это самый простой вариант. Многие платят здоровьем, временем, отношениями с близкими, ну и так далее, да? То есть, как бы, расплата может быть разной. Поэтому, конечно, много, сколько нужно денег для счастья. Сначала нужно понять, что такое счастье для каждого. А здесь все упираемся в самый сложный вопрос. Какова моя цель жизни? Ну и так далее, да? Ну, конечно, тема для следующей передачи. Да, да, для следующей передачи, но здесь тоже есть ответ. Ну, вот я точно знаю, например, для меня, да? Сейчас, да, там, мне достаточно, там, трех-четырех миллионов в год. Ну, это мне. Чистого дохода. А, как бы, я думаю, что через года-два будет больше или меньше. Как повезет. Ну, что-то изменится. Нет, почему, как повезет. Так, как я буду делать. Вот. Вот. И не надо вот этого, как бы, вот, как повезет. Я в это не верю. Я верю в то, что я делаю, оно происходит. Все зависит от тебя, называется? В котором ты находишься. Ну, ты же сам туда помещаешь себе. Ну, короче, тут много. У нас есть телефонный звонок, давайте примем. Да, конечно. Алло, здравствуйте, как у вас зовут? Здравствуйте, Ольга. Ольга, очень приятно, Ольга. Но если бы вот решились открыть какой-нибудь бизнес и стать все-таки социальным предпринимателем, чего бы вот хотелось, чем бы заняться решили? Ну, может быть, что-то связано с детьми, так как у меня двое не совсем взрослых детей, что-то направленное на эти сего. Ну, наверняка задумывались. Вот не хватает этого. Вот сделать бы. Вот недавно, может быть, даже наверняка. Ну, может быть, какой-то центр детский. У нас поблизости не очень их много. Где живете? То есть что-то такое развивающее какая-то. А где живете вот у нас, гости наши эксперты спрашивают? В промышленном районе, вот Приволжский микрорайон. Ну, карта вам в руки. Давайте открывайте. Почему нет? Ну, прежде давайте, попытаю вас на предмет нашего сегодняшнего конкурса. Кинокадр мы загадали. Что за фильм? Фильм называется «Животное». Все верно. Отправляйтесь в киноцентр «Вертикаль». Далековато, конечно, от вас, но стоит доехать в хороший кинотеатр. Спасибо большое. Ну, вот, есть проблема. Нет детского центра. И многие наверняка задают вопрос, а с чего начать? Что нужно сделать? Вот решила наша Ольга открыть детский центр. Она же не может просто так пойти открыть? Может. Может? Все так просто. Я удивлена прям сегодня. Даже обескуражена. А в этом все просто. Все просто. Все проблемы в голове. Наши гости поддакивают и машут головой. Согласен полностью, да. Но в первую очередь, наверное, ей нужно выйти и посмотреть вокруг, а есть ли эти центры. Сходить. Проходить. Да. Пройтись. Проблема в том, что многие вещи, которые мы хотим сделать, уже сделаны. Но, возможно, они не раскручены. О них люди не знают, да. И достаточно просто, скажем так, проработать этот пласт, да, и сразу будет ясно. А закрыта эта ниша не закрыта. Больше того, не факт, что если это уже есть, то, что рынок насыщен. Или оно достойное, или хорошее. А вот еще хочу сказать, что мы, уже заходила речь об исследованиях, когда мы начинали проект, мы проводили исследования несколько лет подряд, чтобы выяснить, что же мешает. Вообще, хотят ли женщины открыть свой бизнес, да, и что им мешает. И вот выяснились, конечно, такие тоже удивительные цифры. Ну, лично, на мой взгляд, удивительные. Что, во-первых, практически 100% хотят. Ну, там небольшая погрешность. Ну, задумывались. Ну, да, то есть, вот, как бы, в принципе, они для себя такой вариант рассматривают. Значит, что мешает? Топ трех причин. Это первое, значит, нехватка знаний. Второе, это то, что они думают, что у них нет финансовых возможностей. И третье, это психологический страх. Получится, не получится, да? Да, получится, не получится, а вдруг я не смогу. Ну, вот, как бы, в рамках своего проекта мы старались все направить свои действия именно на решение этих трех задач. То есть, женщины попадают... Трех ограничений, снятие этих... Да, да, снятие этих барьеров. Попадают в среду предпринимателей, общаются такие же, как они, понимают, что, в общем-то, все возможно. Ничего, да, невозможного нет. Затема, это теоретические и практические знания, которые они получают, там, с точки зрения теории от преподавателей экономического университета, школы бизнеса и от практиков, которых приглашают. На личном примере которой, да? Да, да, конечно. Но мы в основном стараемся приглашать именно социальных предпринимателей и те сферы бизнеса, которые могут быть интересны мамам. И третье, это вот возможность гранта. Ну, плюс мы обязательно приглашаем представителей департамента промышленности и поддержки предпринимательства городского, Министерства экономического развития, бизнес-инкубатора, которые рассказывают о том, что, на самом деле, возможностей масса. Возможностей масса, главное просто, ну, открыть глаза и увидеть это. Ну, совершенно верно. Вот, например, в мае этого года был объявлен, да, Минтрудом нашей Самарской области, да, и там по администрациям города. Мы ходили и рассказывали о том, что есть 300 тысяч рублей для молодежи в возрасте от 22 до 30 лет, безвозмездно. То есть даром? Да. На предпринимательство в социальной сфере. То есть именно на открытие бизнеса, да, можешь вот этот самый стартовый капитал там или еще что-то, причем даже не капитал, тебе отдавать это не нужно будет. Просто вот 300 тысяч возьми. Возьмите. Возьмите. Пришли в тот же самый экономический университет, там собрали большой зал, мы все рассказывали так. По факту ни один из них не дошел до финала. Ну. А почему? Боятся. Это действительно и студент экономического университета? Я говорю, факт. Вот сегодня только что разговаривала с деканом. Я говорю, ну что, говорит. Ну вот, говорит, пока детский сад. Ну, я имею в виду не смысле, я не хочу никого обидеть. Это, я просто говорю о том, что это еще раз показатель того, что проблема-то в голове. В страхе. В страхе. Слушайте, с другой стороны, не все могут быть предпринимателями. Да. Ради бога, если не надо. И это, слава богу, что они не согласились, потому что если бы согласились, то было бы, может быть, еще хуже. Вот. И, ну, слава богу, все эти там деньги уже отданы тем, кто смог. И захотел, смог. Захотел, да. Мы сейчас будем смотреть там результат, будем их собирать и так далее. Но, как бы, да, нормально это, да, бояться чего-то. Ну, для этого существуем, чтобы сделать чуть меньше страха. Вот самое интересное, смотрите, сейчас вот этот вот разговор очень хорошо коррелируется с тем, что происходит на дорогах, да. Есть люди, которые водят автомобиль, да. Есть люди, которые хотят, но боятся. Да. Есть люди, которые боятся, понимают, идут учиться и становятся нормальными предпринимателями, водителями. То есть это вот абсолютно одинаковая параллеля. Я вот сижу и слушаю, прям вот один в один, дорогу представил. Выезжает на воде. Значит, мы про жизнь. Да, да, да. Это про жизнь. Вот так вот, друзья. 202-11-22, телефон прямого эфира. Вы задавайте свой вопрос, не стесняйтесь. У меня же еще один вопрос есть, потому что мы разыгрываем пригласительные билеты на зажигательное британское трио The Subways. Они будут выступать в ночном клубе «Звезда» 3 сентября. Это уже завтра билет на концерт на двоих вам гарантирован. Если нам ответить на вопрос, кто же из российских монархов ввел в обиход в обращение бумажные деньги, звоните. 202-11-22. Я же предлагаю узнать у наших горожан, точнее мы узнали, а вам посмотреть, вообще следят ли они за курсом валют и что вообще они думают по этому поводу, а потом вернемся в студию. Слежу, потому что планируем уехать в отпуск за границу, поэтому за евро сейчас слежу. Вот, в первую очередь за евро. Ну, я раньше следил, но сейчас уже не слежу. Раньше как-то интересовался, а сейчас уже не. Ну, естественно, ну вот у меня есть такой как бы счетик маленький в долларах, поэтому я всегда слежу, стоит ли менять, стоит ли, может, продать или наоборот докупить, чтобы пополнился мой счет, поэтому я только за, чтобы смеселяют бы, направочка такая. Я с меня слежу. Я получаю зарплату в рублях. Сейчас минус 0,73 копейки. Нет, 29. Или 29 копейки, да, 29. Да ну так особо у нас как-то не больной вопрос, просто по радио всем этим. Потому что сбербанки, проценты маленькие на валюту, поэтому... Ну, нет валюты. Нет. Все в рублях. Дольше интересует... Евро. Ну, евро сейчас пошла нам вниз, да. Доллар растет непонятно по каким причинам. Если так, нужно хранить деньги в евро. Все-таки сейчас самый наименьший курс покупки за два года, который составит. Нет. Ну, я думаю, с валютой у нас информационно везде в порядке. И в банках сейчас достаточно все доступно. В принципе, бывает и лишнее иногда. Вот даже в информационных системах у нас сейчас точно. Понимаете, доллары, доллары, как евро, евро. А, в общем-то, да. Ну что ж, наш эфир продолжается. И буквально пару минут назад мы задали вопрос, кто же ввел в обращение, кто же из российских монархов ввел в обращение бумажные деньги. И есть у нас звонок телефонный. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Валентина. Валентина, очень приятно. Ну, отвечайте на вопрос. Знаете? Да, Екатерина вторая. Ну да, действительно, это Екатерина, великая, 1768 год. И, собственно, как раз-таки та самая денежная реформа, которой она занималась. Еще ее муж, Петр Третий, этим давным-давно мечтал и грезил. Ну, а вот Екатерина осуществила. Ну, расскажите нам, пожалуйста, вот если бы вы решились открыть какое-нибудь социальное предпринимательство для себя, для той группы людей, к которой вы относитесь, что бы это было? Ну, это, наверное, макияж, парикмахерская. Так. А почему? Что-то не хватает, не устраивает. Вот что, может быть, было бы в вашей студии, в вашем салоне такого, чего нет, может быть, не хватает? Ну, мне нравится делать людей красивыми. Так. А в чем же дело? Страх? Боитесь? Дело финансов. Вот. А сколько нужно? Сколько нужно, спрашивают вот сейчас у нас. Андрей. Ну, я затрудняюсь, но я думаю, что-то нужны финансы. Угу. Ну, вы тоже этим вопросом не интересовались, не прорабатывали? Ну, пока нет. Ну, вот. Спасибо большое. Спасибо за правильный ответ. Нужны финансы. Очень общо, очень размыто. Опять же, отсутствие какой-то информации, отсутствие каких-то знаний. Ну, или отсутствие желания. Ничего страшного, как говорится. Есть мысль, есть мечта. Да, есть мечта. Иногда мечта остается мечтами и не превращается в цели. Это тоже нормально. Ну, как бы, она называется голубая. Ну, кого какая, да. Ну, в смысле, как? Ну, есть такой термин, голубая мечта. Открыть салон. Да. Ну, и как бы, если же она откроется, мечта прекратится. Другая мечта появится. Не факт. Не факт. Сеть открыт. Не факт, не факт. Вот. Поэтому я это, опять же, еще раз говорю, мы не будем, да, там, обвинять прекрасную, да, там, завительницу о том, что она действительно хорошее желание делать людей красивыми. Но, как бы, желание, ну, действительно недостаточно. Нужно еще и решиться. Поэтому социальное предпринимательство, там, где ты еще, и при этом предпринимателя, значит, берешь риски и ответственность только на себя. И вот это финансы, и вполне доступно, ну, я уверен, да, что взять помещение в аренду очень маленькое, в торговом центре, и сделать макияжное, это будет не так дорого, и это будет, то есть ей нужно будет, там, 40 тысяч на первый, там, месяц, потом они начнут какие-нибудь, взять кучу салонов, которые распродают свою, эту, оборудование, потому что, ну, закрываются, переезжают, разные ситуации. Вот. Можно взять что-то, бывшее употребление, дезинфицировать, сделать сертификат. Ну, тем более у нас сейчас удивительный характер всех этих надзорных органов, ну, и так далее. Прийти, там, к нам, инкубатор, или еще, ну, в огромное количество мест, где вам расскажут, что делать, как сделать и так далее. Ну, просто это же звучит, финансы нужны, это же стартовый капитал, ну, миллиона три. Как минимум. Ну, вот, как бы, есть это ощущение, да, а при этом, как говорится, да, пока, да, рубль-то падает, можно и, как бы, посмотреть, что действительно местные, как бы, да, там, говорится, услуга-производитель-то будет подоступнее, да. Ну, как бы здесь очень все. Много нюансов. А потом, если человек хочет делать кого-то красивым, то необязательно же для этого открывать собственное дело, да, то есть можно делать это и наемным трудом, если, например, ты действительно боишься, или считаешь, что тебе не хватит денег, или у тебя нет каких-то знаний, и ты не готов учиться. А еще замечательная модель с выездом на дом. А можно объединиться с кем-то? Да, а может, самое, краудфандинг сделать, или, там, краудсорсинг, и еще всяких разных сорсингов, или всяких шерингов, кошерингов и так далее. И надо пугать наших зрителей. Возможно, можно пойти сначала попробовать себя, будет ли получаться. То есть одно дело – хотеть, уметь, да, я хочу уметь что-то делать, да, и другое дело – как люди это воспринимают. Да, ведь основная же задача не просто уметь делать, а будешь ли ты… Чтобы люди тебе за это платили. Конечно, конечно. И приходили обратно. Конечно, может быть, стоит сначала пойти, там, где-то поработать по этой тематике, да, если человек этим не занимался. Базу клиентов наработать. Конечно. Мы вам тут уже все расписали. Да, да, но только вот мы все с вами этим заниматься не будем. Важно же, чтобы кто-то решился. Вот, и вот как раз мы ищем таких, кто решится. Кто не побоится, да, рискнет. Да. Но на самом деле это не столько рискнет, а сколько человек уже морально готов к этому. Ему нужен какой-то вот, ну, пинок, по-русски говоря. Волшебный пинок, как к вождению. Да, к вождению, да. Человек подходит к этому долго, долго, долго. Там люди покупают машину, покупают права и ходят вокруг машины. Мы как раз Алексея, да, захватываем свою, как раз, акселерационную программу только для того, чтобы он оказался таким же, как он. Поэтому всех призываем. Вот, у нас семь городов России, в которых стартует такая акселерационная программа. Вот, вместе с агентством стратегических инициатив, там, вместе с опорой России федеральной. Вот, поэтому, как бы, и Самара тоже теперь социально предприимчивая. Здорово, друзья, ну, вот, буквально на одном дыхании пролетел наш эфир, пролетела наша программа. Если чем-то мы были сегодня вам полезны, это здорово. Если есть какие-то еще вопросы, запишите все, в общем-то, звания, названия проектов, организации, обращайтесь, не стесняйтесь, звоните, спрашивайте и искренне советуем, ну, прекратите уже сидеть на месте. Давайте действуйте и будем о вас рассказывать здесь, в студии универсального формата. Спасибо большое, что пришли. Вам хорошего дня, друзья. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!